От пациента болит под челюстью справа, шея с правой стороны, миндалина справа красная и увеличена и при глотании отдает в ухо. Лимфоузлы по УЗИ увеличены, на МРТ в описании не увеличены. Консультативное заключение. По МРТ пациента 40 лет, выполненного 19 октября 2020 года. При МРТ носоглотке, гортоноглотке патологии не выявлено. Околоушное слюнное железо справа немного увеличено и содержит кисты. При МРТ мягких тканей шеи изменений трахеи пищевода не найдено. Ретрофарингеальное пространство содержит жир. Лимфатические узлы в заднем шейном пространстве увеличены в виде цепочек, наибольшей, преимущественно, в области угла нижней челюсти увеличены с обеих сторон до 12 мм слева и конгломерат до 25 мм справа. Перевертебральное пространство не изменено. Надгортаник не изменен. Голосовая щель симметрична, не отечна. В каротидном внутренней сонной артерии и внутренней еремной вены расположены обычно. В заключении МРТ признаки правостороннего паротита с шейным лимфоденитом, заведующий кафедрой, профессор Холина А.В. Вопрос пациента. Скажите, пожалуйста, к какому врачу мне обратиться? Клору или конкологу? Конгломерат 25 мм, это я так понял не совсем хорошо. Ответ профессора Холина А.В. Клор врачу. Конгломерат лимфоузлов отражает их выраженное участие в воспалении. Вопрос пациента. Скажите, онкология не исключена, без конгломерат может быть и метастаз или лимфома. И не стоит мне сразу обратиться к онкологу, чтобы не терять время. Спасибо. Ответ профессора Холина А.В. Не думаю, что стоит начинать с онколога. Расположение лимфоузлов нетипично. К тому же наличие болей ставит опухоль под сомнение, опухоли обычно не болят. Время вы не потеряете. Вопрос пациента. Болит у меня уже с ноября 2019 года, я уже обошел множество лоров. Ставили хронический фаренгит, танзелит, перепил кучу антибиотиков и толкуной. Недавно делал УЗИ лимфоузлов, прикрепил его, там конгломерата у меня тоже не увидели. Поясните, пожалуйста, конгломерат это получается, у меня несколько лимфоузлов спасены в один конгломерат, я вас правильно понимаю. Если бы этот конгломерат был злокачественный, он бы накапливал контраст. Ответ профессора Холина А.В. Вероятность злокачественности узла крайне мала, так как на УЗИ нет воскулиризации. Злокачественные лимфоузлы контраст обычно накапливают. Причиной, в первую очередь, служит их хорошая воскулиризация. Конгломерат – это несколько спаянных лимфоузлов. На УЗИ вполне могли это особо и не отметить, так как не увидели в этом ничего подозрительного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok